2005-й стал годом рождения для сборной брейк-команды Experience. Основатель ее Андрей Чекунов собрал 7 лучших танцоров из Калуги, Перемышля, Козельска и объединил в коллектив. Кита, 20 лет, из Козельска, такой целеустремленный парень. Чип, тоже из Козельска, тоже целеустремленный, ну а все целеустремленные, ему 17 лет. Том, ему тоже 17 лет, Кондрат, ему 19 лет, Франция, ему 20, ну и я, мне 23. Над названием долго не думали. Experience, что в переводе с английского «опыт», символизирует уже накопленные ребятами танцевальные навыки и те, которые им только предстоит получить в процессе работы. Брейк-данс невероятно многогранен. Все его направления освоить могут лишь избранные. Чаще каждый выбирает те виды и элементы, которые больше всего пришлись по душе. Брейк-данс – это часть хип-хопа, и в брейк-дансе есть несколько ветвей, то есть стили. То есть это топ-рок, топ-рок – это верхние дорожки какие-то, фут-ворк – это внизу, трикс – это в основном, ну можно сказать, силовые переходы, стойки на руках, на локтях, и пауэр-муф – это всевозможные кручения на голове, на спине. Брейк-данс кардинально отличается от эстрадных танцев тем, что здесь не движения подбираются под музыку, а музыка под движением. На соревнованиях и баттлах диджей сам выбирает трек, танцора музыки зачастую даже не знает. У Калужского экспириенса опыт уже внушительный. Побывали на брейк-данс чемпионатах в Туле, Москве, Питере, Ялте. Сейчас собираются на очередной турнир. В Москве 14 мая будет всероссийского масштаба фестиваль, нас туда пригласили, пригласили 20 лучших команд СНГ, и мы вошли в этот список. А пока ребята готовятся, отвлечемся немного на теорию. Вообще брейк-данс – это идеальное хобби. С одной стороны, это танец искусства творчества, с другой – спорт и ощутимые физические нагрузки. Занятия такими танцами на организм воздействуют только положительно. Ксения Ушакова и Олег Карпухин. Я легко. Субтитры создавал DimaTorzok